Добрый вечер! Программа «На справде» в эфире телеканала СИМОН. Меня зовут Владимир Мазур. И в ближайшие 25 минут мы будем говорить о том, что беспокоит ветеранов антитеррористической организации, которые проживают в Харькове области, о том, какие программы реализуются в нашем регионе для этой группы людей. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Заместитель главы Харьковской областной организации «Спилки ветеранья ФАТО» Юрий Курсунов. Здравствуйте, Юрий. И Александр Сергеев, глава городской организации той же «Спилки ветеранья ФАТО». Здравствуйте, Александр. Давайте сначала поговорим о том, в каком состоянии, собственно говоря, находится организация. Потому что там есть, в принципе, аналогичные организации, например, ветеранов Афганистана или локальных войн и так далее. Но есть долгая история, они долго формировались, и у них там структурирована четкая и разветвленная такая достаточная система. У вас на каком этапе на данный момент находятся организации? За время проведения антитеррористической операции в Харьковскую область вернулось демобилизовано порядка трех тысяч человек. Из них порядка полторы тысячи получили статус участника боевых действий. Понимая, что для этих людей, государством предусмотрено достаточное количество социальных льгот и гарантий, люди имеют полное право на реализацию своих возможностей. Наша организация и создана для того, чтобы облегчить возможность получения этих социальных прав и гарантий от государства. Кроме того, объединить людей вокруг общественной организации и совместно решать эти вопросы. На сегодняшний день в составе нашей организации насчитывается порядка 300 активных членов. Число растет ввиду того, что мы ведем активную общественную деятельность. Проводим несколько важных социальных программ, а именно программы психологической реабилитации, программы трудовой адаптации и самая главная и важная проблема для всех, и программа, которую мы осуществляем, это программа получения земли. Собственно говоря, это основные направления, которыми мы занимаемся. Я вас понял, что касается районов, в которых работают по области. На сегодняшний день мы занимаемся тем, что создаем наши представительства в районах Харьковской области. Уже мы представлены в девяти районах. Строительство продолжается. Александр, по Харькову какая ситуация? Насколько активно ветераны АТО идут в вашу организацию? Приходят люди, приходит очень много людей, интересуются. Уже стали работать средства массовой информации. Про нас сообщают им, то есть идут уже, у нас появился офис, идут непосредственно туда. Днем и ночью приходят люди новые, демобилизированные. Обращаются в первую очередь за юридической помощью, за получение. Вот об этом, да. То, что Юрий говорит, да. Я этим занимаюсь, я за это отвечаю. Хочу сказать всем желающим, кто не получил удостоверение участников боевых действий. Есть программа у нас наша, в течение двух месяцев приходите к нам, вы реально получите удостоверение участников боевых действий. То есть, если военные части или другие организации это растягивают на годы, то мы это за два месяца делаем реально. То есть, у нас уже люди получают удостоверение участников за два месяца. А кто оказывает такую поддержку, за счет чего такая вот скорость, то есть с кем вы сотрудничаете? Ну, это у нас есть юристы наши, но вообще это идет как письмо обращения граждан. То есть, человек сам обращается к межведомочной комиссии с заявлением, прикладывает все документы и в течение двух месяцев ему приходят ответы. Ну, в силу того, что за время деятельности нашей организации, а мы уже по сути пять месяцев работаем, установились тесные связи с разными ведомствами и организациями. Например, у нас подписан меморандум о совместной деятельности с государственной службой о справах ветеранов и участников АТО. Эта организация на всеукраинском уровне осуществляет и реализует государственные программы по помощи участникам АТО. И с их поддержкой мы реализуем те инициативы, о которых я уже сказал. Это и социальные проекты, и, собственно говоря, вопросы, связанные с получением удостоверения участника боевых действий. Кроме того, у нас тесное сотрудничество с областным центром занятости, подписан договор о совместной деятельности. Мы принимаем активное участие в этих программах, связанных с трудовой адаптацией, с получением новых специальностей, с переобучением, с возможностью дальнейшего трудоустройства, как в Харьковской области, так и на территории Украины. То есть мы активно занимаемся данными вопросами. Вот что касается статуса еще и с вашего позволения, в свое время столкнулись афганские организации с такой проблемой, как липовые, да, вот липовые афганцы, так называемые. То есть люди, получавшие статус участника боевых действий, но в принципе там никогда не бывшие, или присваивавшие себе. У нас АТО ситуация, насколько я понимаю, пока не настолько запущена, поскольку, во-первых, это продолжается все еще, во-вторых, достаточно большой общественный контроль, но тем не менее, сталкивались ли вы с ситуацией, когда человек, скажем, либо выдавал себя, либо, ну, как-то незаслуженно получал, там, не знаю. Ну, были у нас, да, на министерском уровне какие-то уже скандалы по этому поводу, человек, побывавший три дня, получал статус быстро, да, вот, люди, которые там были по-настоящему, не получают его месяца. Ну, на самом деле, чтобы вы понимали, для того, чтобы получить травму или погибнуть, достаточно 10 минут находиться там, непосредственно в зоне боевых действий. Поэтому, исходя из опыта нахождения в зоне боевых действий и тех связей, которые у нас остались, во-первых, с людьми из боевых подразделений, во-вторых, у нас тесная взаимосвязь с военкоматами, с структурами кадрового обеспечения в различных боевых подразделениях. Поэтому всю необходимую информацию о людях, которые находились или находятся в зоне боевых действий, мы получаем. Кроме этого, есть возможность по линии дружеских отношений, мы занимаемся гуманитарными проектами, выезжаем на передовую, наводить справку, справки о людях и тут же иметь полное представление, был ли человек в самом деле в зоне боевых действий или же он пытается воспользоваться данными возможностями. В силу того, что я уже сказал, что не все пока получили статус, но если мы знаем, что человек в самом деле находился на передовой, мы пытаемся оказать ему весь тот спектр услуг социальных, всю ту помощь, которую мы можем, мы ему оказываем. — Александр, я знаю, что там, где были вы, там очень трудно кому-то посторонним, что называется, затесаться, там все друг друга в лицо и по именам на перечет, но тем не менее, были ли у вас какие-то ситуации похожи на то, о чем мы говорим? — Ну, межведомственная комиссия останавливала это, то есть, ну, все это проверяется, и с нашей стороны мы все делали, то есть, выполняли. Ну, были такие случаи, что у человека были неясности в документах, и межведомственная комиссия, то есть, не присваивала статуса участника боевых действий. А так, что касается с нашей стороны, ну, люди предоставляют много видеоматериалов, фотоматериалов, то есть, ну, там все видно, все понятно с этого. — Ну, опять же, есть проблемы, мы вот сталкивались с такими, например, человек был на передовой, получил ранение, даже имеет государственные награды, но по определенным причинам статус не может получить. Это разные причины, и бюрократические проволочки, и где-то, может быть, и определенный саботаж чиновников. Но, тем не менее, понимая важность данного вопроса, имея необходимую информацию, мы помогаем людям. — Давайте поговорим о социальных программах, потому что, так или иначе, все равно это все закончится, и я думаю, что закончатся исключительно наши победы. Но проблема людей, которые прошли через это, она, конечно, останется навсегда, на долгие годы, и надо как-то это все будет решать, и социальная программа — это то, что наиболее важно для государства и для людей, которые через это прошли. Вы говорили о вопросах, связанных с выделением земли, и это одна из, наверное, самых важных тем, наверное, в большей степени для тех, которые проживают в области, да? — На самом деле вопрос, связанный с получением земельного участка, касается всех без исключений. Обращаются люди в, собственно говоря, органы Держкомбзема, как городского, так и районного, областного. Вопрос земли для всех — это принципиальный вопрос. Исходя из этого, мы уже на сегодняшний день имеем определенную информацию о том, какие необходимо подать документы, как правильно оформить их, и на какие участки земли, и где можно рассчитывать. Ну, для анонса я могу сказать, что на сегодняшний день, благодаря активному вмешательству в данный вопрос областного руководства, есть возможность получить земельный участок в районе поселка Коротич. Это Харьковский район. Ориентировочное количество, порядка 150 участков сейчас находятся в работе, для того, чтобы быть розданы всем тем, кто изъявит желание получить в данном районе земельный участок. Есть информация, что городской совет также планирует выделение участков, и даже была озвучена цифра порядка 19. Ну, естественно, это недостаточно, учитывая, что на сегодняшний день порядка 200 человек подали заявление о получении земельных участков. Это по Харькову 200, да? Это по Харькову, да. Я прошу прощения, там система именно построена на том, что земля дается по месту прописки человека, да? Вот где живешь, живешь в Коротиче, получаешь возле Коротиче, примерно так? Если мы говорим о возможности получения земельного участка в черте города, то данная программа распространяется только на жителей города Харьков. Если же мы говорим о программе, которая предусмотрена Держкомземом областным отделением, то по этой программе могут участвовать все жители Харьковской области. По Харькову, как отслеживаете ситуацию? То есть, пока мы говорим о том, что есть предварительная информация, но тем не менее, я так понимаю, что как-то это все, что называется, держать руку на пульсе, потому что у нас в Харькове ситуация с земельными отношениями, как правило, очень непрозрачная. В нашей организации было написано несколько писем с просьбой дать информацию о возможности выделения участков для участников АТО. К сожалению, пока Харьковская мэрия в полном объеме не предоставила данную информацию. Исходя из той информации, которую мы имеем по Харьковскому району и Харьковской области, я уже сказал, в работе находится участок в районе поселка Коротич. И еще один участок сейчас рассматривается, это северное направление, в сторону поселка Липца. А если говорить о каких-то реальных формах материальной поддержки, потому что социальная программа это хорошо, на данный момент возможно ли что-то в области, в городе, что-то добиться ветерану АТО? На сегодняшний день городским советом была принята программа помощи участникам АТО, но не как отдельная программа, а как программа помощи всем категориям нуждающихся. И можем констатировать, что определенное количество людей, которые своевременно написали заявление об материальной помощи, данную помощь получили. Александр, реально ли в Харькове получить материальную помощь участнику АТО? Конечно, реально. Лично я получил, написал заявление городскому голову. В течение полтора месяца мне перезвонили, то есть сказали, куда подъехать. Реально. Лично я получил, все это реально, все это действует, люди ходят, получают. Люди знают, в принципе, проинформированы. Вот тоже вопрос, кстати, важный, а возможно и важнейший, потому что на самом деле, насколько я понимаю, люди, которые возвращаются с фронта, они далеко не всегда знают вообще о своих правах и о том, что им положено. Как раз основная деятельность нашей организации – это и информационная подача тех всех инициатив, которые имеются, и помощь в практической реализации. Достаточное количество информации существует, но оно разрознено. Разные ведомства управления дают информацию о социальных программах, но единой базы программ, к сожалению, не существует. Мы пытаемся аккумулировать данную информацию и выложить на нашем сайте. Для всех заинтересованных лиц, я скажу название сайта, там можно получить всю необходимую информацию. Это латинскими буквами svato.kh.ua. Это наш официальный сайт, где мы выкладываем последнюю социальную информацию. Спилка ветеранев АТО, да, svato. Да, спилка ветеранев АТО, .kh.ua. Давайте поговорим еще об одной важнейшей проблеме, важнейшей части социальных вопросов, связанных с возвращением домой, реинтегрированием, в принципе, в общество. Человек, который прошел через такого рода испытания, конечно, однозначно должен требовать к себе особого внимания всего общества и власти. Прежде всего, речь идет о реабилитации, о физической, о социальной, о психологической реабилитации. Как это происходит и успешно ли это происходит и в городе, и в области? На сегодняшний день принята областным советом программа по психологической реабилитации для демобилизованных военнослужащих. По этой программе каждый демобилизованный может обратиться в органы социальной защиты и получить путевку в один из санаториев Харьковской области, где в течение 14 дней он может получить квалифицированное лечение и оздоровление. Но, учитывая то, что часть людей проходит службу, раз, во-вторых, достаточное количество людей служит не в составе Збройных сил Украины, а в других военизированных подразделениях, таких как Национальная гвардия, пограничники и другие, собственно говоря, войска, поэтому они не могут воспользоваться данной программой. Нашей организации было подготовлено обращение на имя главы Харьковской областной администрации с просьбой внести изменения в данное решение. Наша инициатива была поддержана, и вот на ближайшей сессии будет внесено изменения. Собственно говоря, мы хотим, чтобы данная программа распространялась на всех участников АТО, те, кто демобилизовался и те, кто продолжает службу. Кроме этого, учитывая серьезное внимание со стороны центральных органов власти проблемам участников АТО, Державная служба о справах ветеранов и участников АТО за Харьковской областью зарезервировала 4,5 тысячи путевок на оздоровление, причем во все регионы Украины, от Харьковской области до Закарпатской. К сожалению, Департамент труда и социальной защиты не в полном объеме воспользовался данной возможностью, и не все путевки, которые предоставляются, были заказаны. Но мы активно взаимодействуем с данным подразделением и надеемся, что все, что забронировано за Харьковской областью, оно будет освоено. — Хочу задать вопрос. Он, в принципе, непростой для всей страны, но и для вашего движения наверняка тоже будет одним из проблем. Вы, насколько я понимаю, ветераны АТО, проходившие службу в рядах вооруженных сил Украины, или нацгвардии, но есть еще и добровольцы, добровольческие батальоны, которые тоже, в принципе, там служат, служат иногда в самых горячих точках, вы это тоже, конечно, прекрасно знаете, и у них там совсем плохо с этими юридическими формальностями. Вы их к себе тоже приглашаете для сотрудничества, для помощи? — Безусловно, если вы имеете в виду людей, которые относят себя к правому сектору. — ДУК, да, есть там еще добровольческие батальоны и так далее. — Да, значит, мы, безусловно, имеем контакты с ребятами из этих подразделений, но в силу определенной закрытости и каких-то корпоративных интересов они не проявляют особой активности. Хотя мы знаем, что эта проблема крайне серьезно стоит у них среди личного состава. Да, безусловно, они пытаются позиционировать себя как подразделения, которые не имеют отношения к государственным структурам, пытаются быть независимыми. Ну, давайте смотреть правде в лицо. Если, не дай бог, произойдет что-то с человеком, то все социальные проблемы упадут на плечи его родственников. Поэтому мы им неоднократно предлагали и предлагаем все-таки легализовывать свое пребывание в зоне боевых действий. Потому что они в самом деле проявляют героизм и стойкость на передовой и вполне заслуживают на все социальные гарантии, которые государство им предоставляет. — Александр? — Есть тоже алгоритмы для неофициальных батальонов для получения участников боевых действий. То есть это реально. То есть военные юристы подсказали, есть там проходы, то есть возможно сделать. Есть у нас законодательные акты, то есть законы, на которые мы изучаем. — С вашей стороны, во всяком случае, движение на встречу какое-то есть, да? — Безусловно, да. Есть у нас контакты с командирами этих подразделений. Надеемся на конструктивное взаимодействие. — У нас порядка пяти минут остается до конца программы. И вопрос, к сожалению, как всегда, к финалу один из самых сложных. То, что, собственно, касалось опять же все время сегодня будем вспоминать и афганского движения и так далее. Жилищный вопрос. Потому что, насколько я понимаю, опять же, льготы положены. Но, да, вот все вроде бы как по закону должно быть, но его нет. И вопрос в строительстве или в приобретении. Вот как это все будет решаться здесь? — На сегодняшний день на решение квартирного вопроса могут претендовать семьи погибших участников АТО и воины, которые потеряли нижние конечности. Вот есть несколько семей и участников АТО, которые попадают в данную категорию. Мы активно им помогаем. В самом деле, государством предусмотрены средства на приобретение жилья. Программа работает. Опять же, этим занимается Державная служба о справах вытаранива и участников АТО. Деньги зарезервированы. И все только упирается в бюрократические механизмы, которые необходимо пройти. Понимая, что семья, утратившая кормильца, она не в состоянии пройти через этот весь официальный путь, ей тяжело. Мы активно помогаем в этом плане. Кроме того, вопрос, связанный с выделением земельных участков, под собой он имеет основной смысл в дальнейшем строительство для обеспечения участников АТО жилью. Есть несколько программ по льготному строительству, по кредитованию строительства. Тоже мы данными вопросами занимаемся. И всю имеющуюся информацию и практический опыт мы передаем тем людям, которые к нам обращаются. Как к вам обратиться? Мы несколько раз уже, собственно, говорили о том, что есть офисы. Организация работает уже не один месяц, пять месяцев, если ошибаюсь. Как вас найти и как проще всего с вами связаться? На следующий день мы находимся в «Газпроме», четвертый подъезд, пятый этаж, десятый офис. Но для полной информации о тех программах, которые существуют, мы приглашаем всех желающих, а в первую очередь участников АТО и членов семей участников АТО на завтрашнюю информационную встречу с руководителями государственных департаментов. Когда в прямом диалоге можно будет озвучить все свои пожелания, а может быть и претензии к государственным чиновникам. С другой стороны, чиновники озвучат те программы, которые осуществляются на территории Харьковской области. Пятница, место проведения, время. Пятница, 17.00, третий подъезд, второй этаж, актовый зал «Газпрома». Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей сегодняшней программе. Что-то мне подсказывает, что мы с вами будем видеться часто, потому что проблем действительно много, а решать их надо. Ну и надеюсь, что вам это, конечно, все будет под силу. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Спасибо. 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 Субтитры подогнали Симон.